Приветствую! Меня зовут Рами Зайцман, я инвестиционный консультант. И сегодня я начинаю рассказывать вам о сервисе Янго. Вы наверняка слышали про облигации или даже имеете представление о том, что это ценная бумага, с помощью которой зарабатывают деньги. Но в наше время повторяющегося экономического кризиса во время возможности нужно использовать все ресурсы для сохранения своих финансов. Именно поэтому сегодня я дам более полное понятие и объяснение того, что такое облигации. Итак, как я уже говорил, облигация это ценная бумага. Ценной ее делают то, что ее можно купить и продать. За деньги. Облигация это долговая ценная бумага. Компания выпускает облигации, чтобы привлечь деньги. Из-за пользования ими платит инвестор фиксированный процент. И обязуется к определенному сроку вернуть все средства, которые взяла в долг. Иными словами, облигация это кредит. Возможно, это слишком утрированно, но покупая облигацию, вы даете компании кредит. Она вернет вам его с процентами. Почему бы компании не взять кредит в банке? Это несложно. Однако, количество банков сегодня сокращается, а количество инвесторов на фондовом рынке ежегодно растет. Почему компании выпускают облигации? Основная причина – желание развиваться. Как правило, у компании нет проблем и далекий горизонт роста. Нужны быстрые деньги, которые дает фондовый рынок. Компания получает их, развивает необходимое направление бизнеса, тем самым увеличивая его. И фактически увеличивая свой доход. За этот счет и выплачивается доход кредитору. Он же инвестор, он же обладатель облигаций. Давайте ближе к доходу. Как заработать на облигациях? Облигация имеет две доходные части. Первая – номинал. Это стоимость облигации, то есть ее номинальная стоимость. И вот интересный момент. Часто облигации продаются с дисконтом. Например, вы можете купить облигации моей компании за 900 рублей, когда ее номинальная стоимость – 1000. Это означает, что к концу срока я заплачу вам за каждую облигацию по 1000 рублей. Выгодно? Вторая доходная часть называется купон или купонная ставка. Это процентные выплаты по облигации. То есть ставка процента, которую я, как компания, плачу вам, владельцам моих облигаций, за пользование вашими деньгами. Процент может выплачиваться раз в год. А может, раз в квартал или даже раз в месяц. Но в большинстве случаев купон платится раз в полгода. Казалось бы, все просто. Но бывает так, что облигация определенной компании продается дороже своего номинала. Например, имея номинальную стоимость 1000 рублей, она продается за 1100. В чем же смысл покупать такую бумагу? В том, что купонный доход по таким бумагам часто выше среднего. И итоговый доход также будет выше. Соответственно, подобные облигации остаются интересными для покупки. Зная о доходной стороне, логично будет пояснить, что заработать владельцу облигаций можно двумя способами. Купить облигацию, держать ее до даты погашения, получая купонную выплату и получить номинальный доход. Или же держать ее какое-то время, пока она не вырастет в цене, продать ее дороже, чем купил. И тем самым зафиксировать доходность выше, чем просто доходность к погашению. Помимо того, что на облигациях можно заработать, их можно купить, продать, обменять, подарить или передать другому лицу на любых условиях, устраивающих держателя этой ценной бумаги. То есть вас. Справедливым будет рассказать и о рисках покупки облигаций, ведь не может быть все настолько радужно. Действительно, бывают разные ситуации в экономике и в нестабильное для экономики время проблемы могут начаться у многих компаний. В этой связи существует одна рекомендация. Выбрать компанию не интуитивно, а осознанно. Изучать кредитные рейтинги или общаться с специализированной компанией для получения рекомендаций. Например, в Янге для своих клиентов выбирают только те компании, которые имеют положительную долгую историю существования. Такие компании на рынке называются «голубые фишки». Существует и второй риск, который нужно учитывать. Покупая облигации, инвестор делает это, пользуясь услугами брокера. Что делать, если у брокера, скажем, отняли лицензию? Во-первых, не переживать. Ваши облигации никуда не делись, так как они учитываются в депозитарии, а не у самого брокера. В первую очередь нужно подать заявление о переводе облигации в любой другой депозитарий. Или открыть счет у другого брокера и продолжать получать доход со своих облигаций. Итак, понимая эти риски, необходимо сопоставить их с доходностью облигаций, чтобы понять, что в итоге получаете вы от приобретения этих бумаг. В первую очередь, сохранение своего капитала. Облигация для инвесторов – это инструмент фондового рынка, который первоначально используется для сохранения капитала, а не для агрессивного приумножения. Облигации отвечают именно этой потребности – эффективно сохранять свой капитал в долгосрочной перспективе. Выбирая облигации, нужно помнить, обычно высокую текущую доходность к погашению предлагают компании с невысоким кредитным рейтингом, а значит и риск здесь будет больше. Но в любом случае, эта доходность, как и риски, не сопоставима с иными производными инструментами фондового рынка. Понять это можно только в сравнении, которое я дам вам уже в следующем выпуске. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok